На одной из интернет-площадок сегодня появилось объявление о продаже белого BMW X6 в люксовой комплектации с хорошо узнаваемыми наклейками на капоте и боках автомобиля. Эта машина из партий тех самых, что накануне подарили российским олимпийцам, победителям в Рио. Золотой за серебро давали X4, за бронзу X3. Просили 4 миллиона 670 тысяч рублей с пометкой «Возможен торг». Новость быстро подхватили разного рода СМИ, некоторые с откровенной издевкой, мол, посмотрите, какие шустрые спортсмены, для них стараются, а им лишь бы деньги. Вот только такая реакция не совсем понятна. Ну, во-первых, речь о личной собственности, которой ее владелец может распоряжаться как угодно, а во-вторых, причин для продажи могло быть множество. Ну, например, спортсмен не умеет водить, не считает нужным учиться. А раз так, то зачем ему автомобиль, за который можно выручить, мягко говоря, неплохие деньги? В студии Антон Подковенко. Антон, приветствую. Приветствую. Удалось вам выяснить, кто продавал и почему? На самом деле, некоторые догадки есть, и еще мы точно знаем, что покупатель нашелся очень быстро. Объявление на одном из автомобильных сайтов о продаже подаренного в Кремле BMW сегодня побило все рекорды просмотров. Как и фото самой машины, авто именное, когда его дарили, вместо номера значились имя и фамилия. Спортсменки из российской сборной по синхронному плаванию. Об этом пишут десятки СМИ. Но, обратите внимание, машина сфотографирована таким образом, чтобы не афишировать, чья же она. Наших синхронисток, которые получили золото, девять. Если считать выступление парами и в группе, олимпийские чемпионки предпочитают обходить историю с BMW стороной. А я вам не смогу сказать. Мне очень нравится, классная машина, все замечательно. Ну и не узнаете. Я думаю, что если бы этот человек захотел сказать, кто собирался продавать машину, наверное, это была бы известная информация. Но я, честно говоря, не понимаю, почему такая паника вокруг этой ситуации. Это подарок. И человек любой, который получил автомобиль, имеет полное право сделать с ним все, что хочет. Тем более, что много спортсменов, которые получили и в других федерациях, очень молоды по возрасту. И у кого-то, допустим, нет прав. Или для кого-то это первый автомобиль вообще. Шикарная иномарка, подарок от правительства, признание заслуг перед страной. Хозяйка действительно вправе делать с ней все, что заблагорассудится. Вот комментарий риэлтора, который занималась продажей авто. Дело в том, что эта девушка только недавно получила права и очень редко водит. Когда она села за руль, ей очень понравилась машина внутри и снаружи. Но она поняла, что не привыкла к таким габаритам и даже не смогла выехать самостоятельно из Кремля. Машину отогнал к ее дому водитель. В результате девушка решила продать автомобиль, а я ей в этом помогаю. Смысл иметь машину, если не будешь на ней ездить. Синхронистка выставила авто на продажу за 4 миллиона 670 тысяч рублей. Столько же BMW X6 в люксовой комплектации стоит в салоне. Двигателю машины 306 лошадиных сил получается серьезный транспортный налог. В случае, если данное лицо регистрирует данный автомобиль, также на него возлагается обязанность по уплате транспортного налога. В Московском регионе при мощности 300 лошадиных сил ставка составляет 150 рублей за лошадиную силу. То есть для автомобиля BMW X6 мощностью 306 лошадиных сил в год уплачивается порядка 46 тысяч рублей. Кроме того, за полученное в подарок имущество, в данном случае автомобиль, нужно платить 13-процентный налог. Тоже сумма получается внушительная. В случае получения какой-либо вещи в дар, лицо, то есть одаряемый, обязанного платить налог на прибыль в размере 13%. Исчисление данного налога исходит из рыночной стоимости автомобиля, в данном случае исходя из договора купли-продажи. Как распорядиться результатами Олимпиады, каждый спортсмен, конечно, решает сам. Наши чемпионки-гандболистки, к примеру, решили перечислить каждое по 100 тысяч рублей из премиальных денег на поддержку российских пара олимпийцев, которых не пустили на игры в Рио-де-Жанейро. Всего выходят полтора миллиона рублей. А польский дискобол Петр Малаховский выставил на продажу свою серебряную медаль, чтобы помочь ребенку, у которого в глазу была обнаружена злокачественная опухоль. Медаль ушла с аукциона за 126 тысяч долларов. Неизвестно, на что пойдут деньги от продажи БМВ российской синхронистки. Отметим только, что дня не прошло, а машина уже куплена. Все-таки это не просто авто, а олимпийской чемпионки. Антон Подковенко о продаже олимпийской БМВ Х6.